Защитный совет Саратовской области заинтересованы в том, чтобы такой орган появился. В частности, нас прямо-таки изумила позиция саратовских коммунистов, выступавших против данного совета и придумавших самые нелепые аргументы по поводу того, что такой орган не должен появиться. В частности, вот депутат Бондаренко в своем YouTube-канале говорил о том, что Единая Россия, она заполнит совет своими какими-то там душными псевдообщественниками, а даже если единственный независимый общественник или несколько окажется в данном совете, их оттуда выкинут, чтобы послушным серым большинством данный совет наводнить. Это ложь! Я вам говорю Бондаренко, это ложь с вашей стороны. В данном совете все, как один, независимые граждозащитники, многократно делами доказавшие свою позицию, свои взгляды и убеждения. А вот вас мы и видели во время нашей борьбы за вернизонный дом офицеров, один из самых ценных образцов советской архитектуры, здание, связанное с Победой 1945 года, здание, связанное с первым объемом космонавтов. Вы должны были под своими красными знаменами вокруг него организовывать постоянные палаточные лагеря. Вы должны были там ночевать, чтобы не дать богатым чиновникам снести данное здание. Но вас там не оказалось. Рядом со мной сидит сейчас Денис Жапкин. Привет, блогер, граждозащитник. Он вам лично сказал о том, что здание БДО находится под угрозой, и мы никакого Бондаренко там не увидели. Зато мы увидели вашу позицию и ваше желание, чтобы такой сновид появлялся. И она как-то очень странно совпадает с позицией саратовских застройщиков. Ну, не только саратовских. Вообще всего строительного бизнеса, строительного лобби, для которого подобная организация является ощутимой костью в горле. Потом, чуть позднее, ваши коллеги депутаты от КПРФ здесь поддерживали строительство новых микрорайонов для социальной инфраструктуры. Что тоже абсолютно выгодно строительному бизнесу, но это идет в разрез. С интересами Саратова, с интересами жителей города. И, естественно, ваша позиция, она не помогает нам сохранять историческое наследие. То есть, как вы можете прокомментировать, Сергей Ваниленко, то, что вы выступали здесь, и ваши коллеги выступали против появления Грады защитного совета. И напомните, где вы были, когда вы боролись в горизонтных офицерах. Спасибо большое. И, честно говоря, под впечатлением от такого негатива я вспомнил набор. Я, конечно, рад, что общественники, значит, как говорится, умеют за себя постоять. Тем не менее, просто справедливости рада, когда проходило заседание рабочих групп, а позже, как вы правильно сказали, на YouTube-канале, мы, собственно, озвучиваем свою позицию. И я от нее не отречиваюсь. Я очень обеспокоен проблемой влази, или попыткой залезть в власти в различные общественные организации и движения. Просто, понимаете, мы основываемся на нашем политическом опыте, который, я думаю, вы, в том числе, будете разделять. Посмотрите, что такое общественная палата. Там тоже есть хорошие, честные люди. Посмотрите на эгологов, которые там есть, или на спортсменов. Ну, хорошие ребята, вопросов нет. Но их там не чувствовало. И в целом на телевизор будут говорить, что общественная палата поддержала. Мы высказывали опасения на рабочую группу, что вашу рабочую группу наполнят также различными факторами власти людей. И, соответственно, я буду рад, что, если я ошибаюсь, я надеюсь, что я ошибусь, и что вы будете правы. Я искренне за вас порадую, что у жителей города Сарапова, у настоящих общественников будет возможность бороться с властью и застройкой. Что касается того, что мы, соответственно, выступали где-то там за какую-то застройку, вы меня простите, когда вот у нас на прошлой неделе и позапрошлой неделе, когда у нас относили, вот здесь вот рабочие группы были, по застройке на улице Сатовской, в частности, собственно, с нашей подачи, я был одним из инициаторов, категорического отклонения и непринятия этой инициативы. На самой первой рабочей группе, у нас в нашем интернете это есть, посмотрите, мы как раз говорили, что это исторический центр, мы говорили о вреде точечной застройки, о нагрузке на социальную инфраструктуру, и не строить ни садиков, ни парковок, ни больниц, ни школ. И, собственно, здесь кроме нас, простите, никто в Саратской областной думе практически не говорит. И когда вы говорите, что мы где-то там наступаем за какую-то застройку, сложно сказать, сколько лет, 7 назад, или так, 10 лет назад, одни из первых моих таких вот участий против застройки парка Марии Росковой в городе Саратове, в заводском районе, который был несколько волн на протяжении всей моей политической жизни. Мы везде, я всегда выходил, и вплоть до политических акций, мы устраивали там створ подписей и так далее. Я, простите, эту критику не принимаю. Что касается того, что, значит, акции, которые вы устраивали, значит, отстаивание культурного наследия и так далее, это очень круто. Мне сейчас очень сложно сказать, вспомнить, когда это было, потому что, понимаете, как бы вы к нам не относились, там я по-наторому, слышу, бездельниками нас точно называют нельзя. Мы каждый день на баррикадах, если вы занимаете там проблемы точечной застройки или снос культурного наследия, у нас есть важное направление, которое, я думаю, вы тоже разделяете. Вот, в частности, в Саратовском области, ну, к примеру, не построили завод в городе, завод смерти. Я знаю, что представители либерального сообщества выступали категорически против, и члены, в том числе, общественной палаты, которых меньше условно, они тоже приходили и выступали против, в частности Пиццунова, да, видный гол. Но мы выступали здесь единым фронтом, несмотря на идеологические разногласия. Поэтому, если вы считаете, что вам в вопросе вашей деятельности нужно воевать с коммунистами, а не с правительством, администрацией и застройщиками, да, ну, я сочувствую тогда, да. Что касается в целом вашего посыла, я еще раз вам отвечу, что никогда категорически выступать против создания общественных советов, это просто невозможно. Другой вопрос, если это будет истинно общественный совет, где гарантии у вас, что Единая Россия не заведет туда тех общественных, которые сейчас, к примеру, наполняют городскую общественную палату или областную общественную палату. Вы думаете, у них нет механизмов? Здесь вы говорили, что областная дума формует, я вас информирую, что в областной думе банк правит большинство депутатов Единороссов, и на этом этапе у меня нет никакой гарантии, что там наши пять голосов, и вот рядом представители АВП один сидит, да, соответственно, перевисит 39, не знаю, сколько, 37, сколько там Единороссов у нас. Но, по-моему, это очевидно. Поэтому, собственно, в вопросе там точной застройки, сноса культурного наследия, вы посмотрите при формировании бюджета. Как мы воевали, говорили, что нужно выделять эти темы на, соответственно, на реставрацию и улучшение исторических зданий, что нужно выделять на деньги. Нам же и правительство отказало. Мы понимаем, что вас как общество никуда не пускают, у вас складывается ощущение, что этого не происходит. Но никто из Единороссии, они все просто руки западнивают, как им губернатор скажет. А те ляжут под дубку застройщиков, потому что очевидно, что вот эти чиновники, про которые вы говорите, они просто кормятся с руки этого строительного бизнеса. Так что я бы очень хотел, чтобы, если есть возможность, еще раз дать слово общественнику, чтобы послушать, где мы с ним, скажем так, чтобы переговорили. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.